Привет, друзья! Мы продолжаем записывать наши влоги из Сочи. У Кати появился новый видос, где я задавал вопросы, и она на них отвечала в онлайн-режиме. То есть заранее не знала, какие они будут. Вот у меня тут машинка на фоне, я уже 5 дней не ездил за рулем. Очень прикольное ощущение, потому что подустал, конечно, постоянно кататься, вот это выбирать парковки, я об этом немножко говорил. И сейчас мы исключительно передвигаемся на автобусы. Какой у нас план на сегодня? Будем гулять, немножко загорать, потому что погода отличная, 26 градусов сегодня. И пока мы идем на автобусную остановку, хотел вам рассказать небольшой лайфхак. В общем, я пользуюсь мегафоном, и в какой-то момент времени мегафон в одностороннем порядке поднял цену на мой архивный тарифный план. Я стал жаловаться, написал в чат, что меня это не устраивает, и в связи с таким резким повышением цены я, скорее всего, от них уйду. И через несколько дней они мне перезвонили и предложили индивидуальный тарифный план. То есть оставили мои же условия, чуть прибавили минуты, и цена чуть меньше стала, чем вот до повышения. Я согласился, поэтому пользуйтесь. Возможно, для вас это тоже сработает, если вдруг тоже попали на такую же историю, что вам в одностороннем порядке повысили цену на ваш тарифный план. Наша любимая лавка. Взяли в итоге клубники, черешни на 600 рублей. И мы пока набирали, автобус успешно уехал без нас. Поэтому сейчас на таксишке доедем, пообедаем и на пляж есть ягодки. Зарекался, конечно, не показывать наши обеды, но что-то захотелось. То есть у меня сегодня снова борщик, две тегтели с макароками, хлебушек. Взял вообще салатик себе вот такой элитненький. Укази вообще какая-то красота. Горшочек там с овощами тушеный. Вот такой горшочек. А это тоже, кстати, можно есть. Да, это тесто. Вот. Ну и по компотику. Ну сегодня у нас дорого получилось, 740 рублей. Все. Очень дорого. Всем приятного аппетита. По меркам этой столовки это самый большой счет. Сытые довольные. Нашли себе свободную лавку. Сейчас будем смотреть на морько и есть наши ягодки. Тут у нас черешня, тут у нас клубненька. Все, давай приступать. Ты будешь тоже в ложек снимать? Я хочу просто объектив поменять и заснять вон ту штуку. Ну меня не добьет она. Ну как черешня? Вкусно? Вкусно. Так, ну что, рассказывай. Не объелся. Круто. В общем, сидим... И цело. В общем, и цело, да. Сидим в барабуле, в трестики. Кушаем, черешем. Удем чуек и болтаем с барменами. Как будто снова на попасе есть. Ну, между прочим, вот каждый день по одному градусу вода прибавляет. Это прекрасно. Завтра тоже будет очень тепло. Того и глядите, через недельки-две можно будет даже искупаться. Не минимум 22 надо. Тогда я залезу. Сейчас нет. Ну, кстати, между прочим, влаги везде красные. Купание запрещено. А мы гуляем по набережной. Прекрасная погода вечерняя. Сколько сейчас времени? 7 часов. Мы сегодня ничего не снимали. Просидели часа два, наверное, да? Я просто не могу пройти мимо красивой машины. Это у нас ИШ 27.15, если не ошибаюсь. Очень прикольные две-три. Мягонькие сидения. Правда, из дермантина, но все равно мягенькие. Жалко еще знать, что сейчас стекле вижу отблески. Даже, смотрите, инструкция по эксплуатации. Ты на всю привык влезет? Да, на всю. А вообще, это машина транспортной милиции. Просто на улице стоит, как экспонат. Еще советские номера. Ну, скорее всего, восстановленные. И мордашка такая прикольная. Сейчас, конечно, таких машин уже нет. Красиво тебе? Красиво. Хотела бы, чтобы у меня такая была? Да. И мы бы поехали. Нет. Ну, такой. Правда, мне спать невозможно. Такая маленькая она, да? По сравнению с современными машинами. То есть, ты спрашиваешь, не место твоей машины, а просто как дополнение туда хотела бы. Друзья, ну, я вас поздравляю. Сейчас первым днем лета. Сегодня 1 июня. Еще сегодня день защиты детей. Поэтому оберегайте и любите своих детей. Сегодня у нас... Тебя? Ну, ты уже не ребенок, поэтому тебя защищать не надо. Надо. Скорее меня надо тебя защищать. Потому что ты меня лупишь по утрам. Ты вообще силу не рассчитываешь. А ты меня бьешь много раз. Все. Такая перепалка за кадром. Сейчас мы поедем в институт забирать документы. Катя рассказывала у себя на канале немножечко причины. Ну, и детали тоже будет снимать. Поэтому трекайте потом у нее на канале. Когда она его создаст, я обязательно сделаю анонс. Там перейдете и подпишетесь, если вдруг вам будет интересно. Ну, а мы, в принципе, готовы. Видите, рюкзак уже на плечах. Вызвали такси. Сегодня я что-то не хочу ехать на автобусе. Поэтому прокатимся с ветерком. На улице все так же прекрасная погода. Ну, вы сейчас все увидите. Все, все, взяли. Да, у нас тут ручка немножко. Ой, дурацкая. Там просто 3,4 часа будет. Я полностью зарядил. Все в порядке. Ну, у вас много, да, немного? Немножко. Ну, сейчас высохнет быстро. Ну, мы так мощно покушали сейчас, ребят. Катя здесь вот еле-еле ходит. Прям жалуется. Не надо так объедаться. И мы пришли к жемчужке. Сейчас Катя начнет снимать свои ролики. А я просто посижу, повтыкаю на море. А мы на месте. Вот такое учебное заведение. Не похоже на институт, если честно. Ну, ладно. Сейчас пойдем разбираться. Надеюсь, нам отдадут документы. Потому что Катя забыла паспорт в Москве. Молодец. Может, вы подумали? Да. По студентам. Ну, я, конечно, как батя сейчас. На себе кабинеты заходил и расспрашивал. Катя сзади робко так стоит. Боится. Хотя, казалось бы, просто заявление на отчисление. И все. Я не знаю, как с тобой одновременно снимать. Потому что мы друг другу перекликиваем сейчас будем. А, ну, снимай. Это твоя история. Я чисто просто поугарал. Ну, я заказываю тачку. И мы едем к морвокзалу к Мориску. Ни хрена, правда, не видно. На улице, ну, чуть похорошело. И потеплело, скажу я вам. То есть, тучки все ушли. И сразу жарюка. Катя куда-то пошла снимать видосы. Но она пока немножко меня стесняется, ребят. То есть, это надо привыкнуть. Там еще такая забавная ситуация произошла. Катя вошла, ну, в шортах. У нее, по сути, пупок виден. Ей там сделали замечание. Мол, что за внешний вид? Я такой думаю. Блядь, 21 век, 22 год. Ну, камон. Ну, что, Катя, пошли? Сейчас, секунду. На елочку? Ну, сейчас Женя подойдет, мы с ним попрощаемся. Ну, давай. Опять какую позу сделал. Снимают. Спасибо за гостеприимство. Приходите к нам еще. Может, вечером еще прием на ужин. Мы тут выходили и немножко танцевали с Катей. Ну, видите, у нее опять же в блоге. Вот этот парень очень классно поет. Ну, привет, друг. А, хвастом миляет. Красавец. Божаю такое покрытие напольное. Прям приятно по нему ходить. Полна русская земля. Прям приятно по нему ходить. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать наienie Все, дай мне поговорить Вот это-то ничего себе, гимнаст Мы заказали машину от Жемчужки Прошлись по набережной Вышли сюда и поедем сейчас домой смотреть сериал очень странные дела 4 сезон а завтра мы ничего блогер конечно хотя и нифига не считаю себя блогером завтра поем в олимпийский парк то что чё-то мы уже 5 или 6 дней подряд по одним и тем же местам бродим и хочет олимпийский парк еще наверняка выберемся с тобой олимпийский а вот наша машина все я надеюсь вам понравился этот блок и